Сегодня поговорим о том, как пили чай и как его пьют сегодня. Россия традиционно считается страной чая. Для чая прежде всего нужна горячая, кипящая вода. И вот вы видите, вот чайник сегодня, который мы используем, чайник электрический. Вот есть, ого, вот такой вот чайник, который и сегодня используют во многих домах, не электрический. А есть специальные приборы, которые называются самовары, в которых готовят горячую воду. Вот вы видите самовар, пузатый, старый самовар. Вот, но не такой уж он старый, он только кажется старым, потому что он на самом деле электрический. И кипятить воду здесь очень просто, как вы понимаете. А вот самовар, настоящий самовар. Старый, еще самовар дореволюционный. И сегодня я вам покажу, как в нем кипятить воду. Итак, значит, мы открываем крышку, снимаем, снимаем крышку, и вы видите здесь такую систему. Вот это труба, которая нагревается и становится очень горячей. Вокруг этой трубы мы сейчас нальем воду. Труба становится горячей, и вода тоже становится постепенно горячей. Это называется разжечь самовар. Туда надо добавить маленькие палочки, палочки, кусочки, кусочки бумаги. Вот. И очень хороший, натуральный материал. Это сосновые шишки, шишки сосны. Разжигаем самовар и ставим кверху трубу. Трубу. Потому что огонь горит тогда, когда есть кислород. Собственно, а что такое слово самовар? Это слово значит сам варит. Да, ему никто не помогает. Вот только шишки надо класть. Пока мы готовим самовар, нужно организовать стол. Самовар обычно ставят в середину стола, и самовар будет очень горячий, поэтому нужен поднос. Вот, вы видите, традиционный русский поднос. Он железный, и он сделан в традиционном русском стиле. Вот самовар мы поставим сюда, вы сейчас это увидите. И нужен ещё один чайник. Вот тот самый чайник, куда мы положим чай, а ещё положим вот эти хорошие травки, которые дадут чаю необыкновенный аромат. Этот чайник называется заварочный, потому что в нём чай заварен. Люди любят в России делать травяной чай и добавлять в заварочный чайник мяту. Все знают мяту. И такое растение, оно называется специально Иван-чай. Вы видите, какой его размер Иван-чай. В чай кладут и листья, и вот эти вот цветы. Ставим самовар на стол, на поднос, как я вам сказала. И сейчас будем заваривать чай. Значит, вкусные травки мы туда уже положили. Теперь мы кладём, собственно, чай. Вот на такой чайник нам нужно где-то 3-4 чайных ложки чая. 1, 2, 3 и 4. Так, положили. И теперь наливаем сюда кипяток. Откуда? Ну, конечно, из самовара. Мы для этого самовар поставили. Итак, мы налили полный чайник заварочный кипятка. Так, закрываем, закрываем крышку и ставим этот чайник не куда-нибудь в сторону, а ставим его вот сюда. И наша конструкция готова. Чай у нас уже постоял несколько минут. Думаю, что он уже готов. Снимаем. И можем начинать замечательное чайпитие. Раньше чай пили из чашек, конечно. Сегодня пьют из кружек. Но мы будем придерживаться старой традиции. Мы должны налить в крочевую чашку с блюдцем немножко заварки, не полностью, а потом добавить туда кипятка из самовара. И вот наш чай готов. Чуть не забыла самое главное. Для одного человека, конечно, самовар не ставили, потому что кто может выпить такой огромный самовар? Самовар объединяет людей. И самовар предполагает, что вокруг него сидит много людей. Хорошая компания, близкие люди, близкие родственники. Поэтому надо звать друзей, надо звать свою семью, большую семью, садиться за одиночный стол для того, чтобы в конце концов этот самовар выпить. Приглашаю всех на чашку чая. Желаю отличного чаепития. Субтитры создавал DimaTorzok Продолжение следует...